Доброе утро. Я вышла в такой морозный день. Наверное, градусов, ну, я думаю, минус пять. Опять коты. Везде коты. Везде коты. Я вышла сегодня на улицу. Только проснулась. Хотела сделать, хочу сделать видео про, теперь другой кот за мной уже, вот еще один, хотела сделать видео про, как выучить английский язык. Я себе даже набросала маленький план, чтобы коснуться всех пунктов, которые необходимо учесть для изучения английского языка. Для меня это очень тема важна, потому что я сама изучала язык. Вот так вот. Ну, во-первых, ребят, нужно иметь желание. Если черный кот дорогу перейдет. Вот, он не переходит, он просто со мной следует. Здравствуй, дорогой. Black cat. Самое главное, желание. Если будет желание, то это вы уже на пути к успеху. Второе. Если у вас нет никакой базы английского языка, допустим, как у меня, у меня вообще не было, могу сказать, не было никакой базы, то обязательно либо наймите репетитора, либо преподавателя. То есть профессионалы, это человек, который разбирается в этом, мог бы объяснить вам всю грамматику. Например, как построить предложение, как задать вопрос, как меняются глаголы при использовании их разного времени, допустим. Гоу, настоящее время идти. Went, прошедшее, да, мы изменяем глагол. И там еще идет причастие, gone. То есть вот эти вот моменты нужно обязательно хорошо разобрать. Третье. Смотрите фильмы, ребята, на английском. Если там тяжело вам понимать, смотрите с субтитрами. Потому что с субтитрами вам будет ясно, понятно, что говорится. Далее. Четвертое. Пойте песни. Что я имею в виду под этим, вот как я делала, да, на примере моем. Я просто включила песню, допустим, Джина на баррел, Кристина Агилера. Джин в бутылке. И сейчас в интернете можно найти слова к этой песне. В английском, да. И я просто повторяла эти слова под музыку, как вот Кристина пела. И тем самым я учила слова, то есть как они произносятся и какой смысл в этом. И мне это очень-очень помогло. Далее. Пятый пункт у нас идет. Практика. Обязательно нужно практиковать. Когда вот у вас все вышеперечисленные пункты, как я уже сказала, вы знаете грамматику, знаете построение предложений и так далее, то уже можно практиковать. Практика обязательно нужна. Если у вас есть возможность уехать в страну, носители языка, допустим, если вы хотите знать британский, в Англию, там американско-английский, тоже есть в этом большая разница в этих английских, то, конечно, обязательно посетите эту страну и попрактикуйте. Если нет такой возможности, сейчас много-много-много клубов, допустим. Вот когда я училась в НГТУ, у нас был такой клуб для изучения языка. И у нас приехал с Америки по программе Фулбрайт, приехал американец, мальчик. И он с нами вел беседы на английском, только на английском. Вот это очень тоже хорошо помогает, помогло. Ну, вот вроде бы основные пункты, которые я хотела затронуть, потому что меня спрашивают многие, как я учила язык. Ну, конечно, сейчас у меня уровень языка намного выше, да, во-первых, потому что и муж американец, и я в этой среде общаюсь непосредственно. И большой-большой-большой плюс от того, что я хожу в колледжи. Ну, так как я 10, почти год была, пробыла в России, английский мой, ох-ох-ох, как упал. Ну, я сейчас езжу, да, в колледж, общаюсь с моими друзьями, преподавателями, хожу в международный клуб, и у меня немного уже все это поднимается. Но все равно, когда мы в колледже изучаем это все, это намного лучше. Ну, вроде бы все, что я хотела сказать, ребят. Я желаю удачи, я считаю, что каждый, каждый, каждый должен знать английский язык только потому, что это международный язык. и на этом языке вы можете общаться не только с англичанами, да, или американцами, а также с людьми из любых стран, которые знают английский. Допустим, французы, немцы и так далее, и так далее. Ночь поможет вам в жизни, а тем более, когда у нас сейчас в России есть возможность ездить, отдыхать за границу, да, он очень понадобится даже просто объяснить, что вы хотите покушать, заказать, да, или спросить где туалет. Поэтому я желаю всем удачи. Учите английский язык. Деток с раннего возраста... У меня голос. Деток с раннего возраста, учите английский язык. Читайте им книжки, включайте индийские. Сейчас есть диски, сказки какие-то на английском, мультики на английском, то есть чтобы они постепенно привыкали. Ну вот так вроде бы все, что я хотела сказать. А, и вот самый легкий путь. Собыла про него. Есть такая программа, она считается, ну насколько и да, по моей информации, эта программа считается самой лучшей в наше время проверенной для изучения языка. Называется, бренд называется Rosetta Stone. На их сайте вы можете приобрести... Сайт я там помещу вниз, если кому-то надо, вниз субтитры на моё видео. Вы можете зайти на этот сайт и выбрать программу. Там идет диск, наушники, все необходимое. Программу для изучения языка, допустим, английского. Программа идет, я бы сказала, в игровой форме даже. То есть там они произношение отрабатывают, грамматику отрабатывают. Ну интересно. Я своего мужа купила изучать русский язык. И есть результаты. Он теперь может сказать кошка, лошадь. Просто мало занимается. Обязательно нужно заниматься побольше языком. Ну и самое главное, конечно, практика. Вы находите хотя бы 30 минут каждый день изучить язык. Просто там посидеть что-то, послушать, посмотреть, сказать, поговорить. Ну и все. Всем удачи. Всем всего хорошего. И пока. Я сейчас покажу себе только проснулась. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok